Девчонки и мальчишки, всем привет! Сегодня делаю отчет по шоппингу Черной Пятницы, во-первых, значит, в торговом центре Мега. В основном, как бы, будет, да, видео этому посвящено, но еще в начале видео я вам хочу сказать, что я посетила выставку Косметика Экспо, которая проходила 15 опять же, ноября в экспоцентре в Екатеринбурге. Это мой личный бейдж. И, значит, хочу вам показать, что я там приобрела. Вообще, на такой выставке я была первый раз. Сразу скажу, декоративной косметики практически не было. Было всего представлено два бренда. И там одна еще какая-то сидела с китайскими палетками, я даже к ней не подходила. В общем-то, один был вот такой вот Ера Минеральная косметика, вы наверняка уже знаете ее. И второй, не менее известный как бы бренд, который раньше был джинс, сейчас Just. Вот. Остальное там все было как бы для салонов красоты, мезотерапия, там, значит, какой-то пирсинг, значит, там была та, кстати, натуральная какая-то косметика. Уходовая я имею в виду. Ухода я вообще себе не купила, потому что все были какие-то большинство незнакомые марки. И я как-то, ну, не знала, на чем, в общем, свой взгляд остановить, поэтому ничего не приобрела. Вот. Вообще, выставка оказалась довольно-таки интересной. Хочу снять вам влог, если получится. Вот. У меня там опять редактор, в общем, мозги компасирует. Не знаю, получится или нет. И давайте, наверное, сразу покажу, что я там купила. Вообще, немного всего, но, как бы, тем не менее. У настоящего индуса я купила Чиван Праж. Это, как бы, такой джем, что ли, который состоит из меда и различных трав и всякой-всякой, в общем, сячины. Называется эликсиром долголетия и бессмертия. Принимать его по чайной ложке за полчаса утром до еды с горячей водой, в общем-то, очищает организм, укрепляет иммунную систему. В общем, много чего он тут делает. Давно хотела попробовать, и вот, приобрела за 500 рублей. Кстати, мама у меня покупает за 800. Вот, и в подарок мне дали этот индус, такой милейший человек, дал мне зубную пасту на натуральных травах. Хотела я у него купить кокосовое молочко. Девчонки, литровая бутылка абсолютно не то, что мы вообще покупаем. Вот как кокосовый сок, оно такое жидкое, свежим кокосом пахнет, не какой-то там химией. Нанес он мне на руку вообще приятнейшая вещь. Она добавляется и в салаты, и везде. В общем, не буду много разговаривать. Не стала я покупать. Очень тяжелая эта литровая бутылка. Мне не хотелось с ней таскаться. Так, значит, также я там купила еще мед таежный. Обалденный, как будто со смолой, вот знаете, пихтовый, то есть мед. Просто мне невероятные ощущения. Все у меня валится. Ну и давайте я вам покажу, что я купила все-таки из косметики джинс. Как-то джаст еще непривычно. Не стала я покупать магнитные палетки. Какие-то они мне совсем неемкие показались. Ну, думаю, ладно, перебьюсь. Хотя сейчас немножко жалею, все-таки надо было одну взять. Они были там по 250 самые маленькие, 350 вроде бы большая. Купила я там вот таких вот ресничек себе за 50 рублей. Каждая без клея. Ну, в общем, косметика это делается в Китае. Как бы сами понимаете, что не особо качество такое уж прям супер пупорное. Цены небольшие. Вот. И купила, значит, два пигмента. Ну, это тени, как бы, пигменты, не знаю. В общем, один я купила за 200 рублей. Второй мне дали в подарок. Вот этот вот 110 зеленый. У меня сейчас немного его есть на глазах. И вот такой вот 111 розовый. Вообще, потрясающие, конечно, мне так они понравились. Я же люблю такие всякие блескушки. Вот. Они, как бы, не только одни блестки, еще и цвет дают. Так вот они выглядят. Просто сияют все. Очень красивые мне понравились. Так. Это было все, что я купила на выставке. Сейчас вам покажу, как бы, немножко нанесу на руку. Не стала я там много чего-то покупать. Вот. Впереди меня ждала Мега. Ну, в общем, как бы, особо я вообще в этот день не делала покупок. Мы мужу больше искали. Так, в Меге сразу начинаем отчет по копию Черной Пятницы. Меня просили, значит, развеять. Миф стоит, не стоит. Скажу вам честно, в том году я меньше, как бы, знала про эту Черную Пятницу, но в этом году я уже, как бы, шла подготовленная, потому что на сайте Мега. Когда заходишь, там написан список магазинов, которые будут участвовать в распродаже, какие скидки будут в этом магазине, если не на весь товар, то будет написано на какой именно ассортимент. Поэтому я уже знала, в какой магазин идти. Например, в Томми Хьюфигере была скидка 40%, там даже перекрывали проход в магазин, потому что народу была куча. В общем-то, нужно подготовленным идти, не просто вот так на Абума, то некоторые не знают, заходят, да, видишь, ценят, нету скидки, а скидка уже непосредственно на кассе. Вот, была огромная прям распродажа, я думаю, вот в этом магазине Тезенис. Вообще, я поняла, что это как бы итальянская марка, сделана в Шри-Ланке, это нижнее белье, я не буду вам показывать, было все абсолютно дешево. Например, пардон, бельгальтер стоил 200 рублей всего. Вот, и колготки с добавлением шерсти 149 рублей. В общем-то, выгодная остая покупка. Потом, из одежды я там купила себе всего-то один свитшот. Вот, в резерве тоже он, там была скидка на все 20%, он мне обошелся всего в 300, где-то 80 рублей. Он такой, конечно, блескучий, но, как бы, модель мне понравилась, она такая свободная, здесь внизу резинка, смотрится интересно очень. в принципе, довольна покупкой. Вот, это вся была одежда, и покажу вам немного, наверное, игрушек в обе, там, где было распродажи, но игрушки просто замечательные, хотя очень дорогие. Вот такая вот дамочка стоит 450 рублей, по люстовам цена 50 рублей красная. Потом, значит, голландские вот такие настоящие башмачки, прямо производства Голландии, как жель наша, очень похоже. вот этот вот поцелучек, вот такая вот марка, очень мне понравилась, ладочка, я помню, девчонкам привозила такие из Голландии. Вот, и еще две игрушки, которые тоже просто нельзя было не купить, но они вообще там, конечно, дорогие. Вот этот месяц 200 рублей. Вот такой вот месяц купила, и лошадку, лошадка, конечно же, на 100 рублей дороже. 300 рублей вот такая вот лошадка. Так, ну и теперь давайте я вам покажу, что я купила основное. Только сразу вам говорю, что я не призываю вас к этому, и я, в принципе, нормальный человек, но я купила себе мужской парфюм. Да, 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 вообще даже одеколон. Меня с ним познакомил мой продавец-консультант вот Дебиль ДБТ. Девчонки, я потестила и просто влюбилась. Вот, что я себе купила. Диор Хоум одеколон. Вы знаете, я вообще вот у Диора, я поняла, что Диоровские ароматы только, мои, только мужские. Я люблю Фаренгейт, я обожаю вот этот вот запах. Мне еще дали пробники. Я, значит, мужу, он пошел в туалет, вот точно такой же, только, видите, уже другой. Он пошел в туалет, значит, решил попробовать. Он говорит, что на меня мужики косо посмотрели, выходит, и от него пудра, вообще, я не знаю, вот чисто женский, мне кажется, запах пудровый. Ой, ну мы вообще, прям весь вечер я его девочкой своей называла, и так далее, и тому подобное, он больше не ведется на вот эти вот, он говорит, чтобы я у тебя еще раз какой-то сэмпл взяла, в общем, сам буду выбирать, и все. Да, поэтому я уже сразу же себе еще один хотюнчик, еще хочу один мужской аромат, девчонки, просто обалденнейшая коллекция, я не знаю, почему она для мужчин женская. Вот это вот, я вам скажу, чистый, бодрящий цитрус, здесь лайм и лимон, все. Никакого там древесного, там, амбры или чего-то, там нет, ни сандала, ничего нет, абсолютно чистый лайм, вы знаете, как будто выжили сок и сюда его просто поместили. Часа три держится вот этот чистый аромат, потом начинается вот этот вот сладкий москина, ничего больше не вижу, абсолютно, как бы особого такого шлейфа нет, но он обалденнейший. Всем любителям свежести цитруса, я просто рекомендую 75 миллилитров стоит без карты 3200. Обалденнейший. И еще от Dior я прикупила, все-таки не удержалась, из коллекции Diorific, из новогодней лак Merlin, ну просто прелестнейший такой, ну как его можно было не купить. Вот этот вот самый мой любимый Sally Hansen 160 и вот для сравнения Dior просто крутой суперцвет 750 51 номер и у него если посмотреть, хорошо приглядеться мелкий-мелкий шиммер есть, но его, конечно, надо еще заметить. В общем, я довольна на все 100 к помаде роял, надо было лак роял, но я все-таки выбрала лак. И, кстати, хочу сказать по поводу вот этой помады. Я вам не делала сводч на нее, я проходила с ней 15 числа целый день, обалденнейший держится, супер-помада, после какого-то времени проявляются красные блески на ней, которых так вот в принципе и не видно. В общем-то, очень интересная, очень красивый цвет, вообще не жалею, что ее купила. И сейчас я вам покажу, сколько мне дали всего за эти две покупки. Мне дали от Moschino набор меняет вот, кто в Инстаграм смотрит, меня уже видели. Мне дали 4 Miss Dior сэмпла, мне дали 1, значит, сэмпл от Clorans, 2 Антонио Бандерас, 4, тут по 3 штуки, значит, 2 крема мину-ночную сыворотка от Chanel. 3 вот этих вот, которые я уже хочу, мужских. Косметичку, да, все валится от Make Up For Ever вместе, значит, с миниатюрками, потом, значит, сифоровские вот такие вот тени. В общем, всего мне надавали. Миниатюрки я не буду, наверное, вам все показывать. В общем, покажу, вот здесь вот сыворотка, увлажняю, потом, тональник, хочу попробовать давно уже, и помадка, просто супер помадка, цвет, потому что вот такой вот супер классный, красивый. И еще масло для кутикулы от Malala. В общем-то, они меня засыпали. Тут еще от Clorans есть и от Shiseido пробники, потому что вам показывать не буду. короче, я с целым пакетом вышла за туалетную водичку и за лак. Это они любят так своих посетителей постоянных. Так что вот, становитесь постоянными, вам тоже будет счастье. Это было все видео, я надеюсь, вам понравилось. Пишите, комментируйте, скоростью.